Хей! Всем привет! Я очень рада сейчас опять снимать видео, потому что всю неделю я делала фотографии, о которых я сейчас вам и расскажу. Итак, это история о моих фотографиях, которые я создаю, и первая фотография была навеяна модой. Для нее мне требовалось создать эффект мокрых волос, так как в этом сезоне были представлены прически с зализанными baby hair. Это маленькие волосики, которые торчат у вас, где челка должна быть. И так как у меня этих baby hair просто дофига, я решила, что почему бы и нет, это можно сделать очень красиво и оригинально. Зализывала я их около 40 минут с помощью лака для волос. Очень муторная работа, но она стоит того. В итоге вот так все это получилось. Еще я хотела создать эффект мокрой кожи. Для этого я прыскала на себя водой, и еще я использовала хайлайтер. И теперь вы можете увидеть очень нежные фотографии. Кстати, отлепляется все это дело очень неприятно. И, конечно же, потом потребовалось помыть волосы. А мы переходим к следующей фотографии. И на самом деле она очень странная. Этот стиль называется светопись. И вот посмотрите несколько еще картинок того, как можно это, в принципе, еще сделать. Интересно, правда? С помощью лазера можно столько всего намудрить. И я думаю, что, возможно, это не последняя моя фотография с помощью светописи, потому что можно передать все, что угодно. И нарисовать все, что угодно. И это очень интересный стиль, который нужно осваивать. Для того, чтобы воплотить такую фотографию, мне понадобился темный фон. Так как лазер на белом виден лучше, чем на черном. А я все-таки светлокожая, поэтому лазер оставался на мне, а на черном фоне нет. И дальше, возможно, кто-то из вас спросит, а как же так получается, что фотоаппарат фотографируют, а ты за это время успеваешь нарисовать что-то лазером? Так вот, ставится настройка 30-секундной выдержки. Это самое большое, что есть на наших фотоаппаратах, по крайней мере. Что это такое? Ну, кратко говоря, фотоаппарат просто фотографируют в течение 30 секунд. Один кадр. И если он стоит на штативе, ничего в кадре не должно меняться, кроме этого лазера. То есть я стояла абсолютно неподвижно, специально. Ну и плавно мы перешли к третьей фотографии. Это очень милый и нежный образ. Я напоминаю себе здесь Алису в стране чудес. Вся идея этой фотографии заключалась в том, чтобы я выпила чашку с часами. Для меня эта фотография означает, что время в наших руках, и зачастую мы выпиваем его понапрасну. Сложность была в том, чтобы заполнить всю чашку с часами, но я справилась. И как всегда, я слежу за процессом съемки, чтобы посмотреть, что у нас там получилось, и если что, все сразу исправить. И как обычно, фотографий получается очень много. Но я выбираю одну или две и выкладываю именно их. Вот эту фотографию я выбрала в итоге, но есть еще такая обработка. Напишите, какая вам больше нравится. Следующие две фотографии, они как бы из одной серии. Там у меня летали предметы. Первая фотография с бабочками. Для этой фотографии мы приехали на поле, чтобы сфотографироваться на фоне чистого неба. Эта идея пришла ко мне очень просто. Я купила эту майку с бабочками, вообще не думая о том, что я могу сделать фотографию с ней. Но когда я выбирала одежду для фотосессии, я такая, о, майка с бабочками. И тут мне пришла идея о том, чтобы посадить бабочку себе на язык. Это просто пришло в голову, бах, и все. Так что вы меня спрашиваете, откуда твои идеи? Вот откуда. Просто бах, и все. Вторую фотографию с чашкой мы сделали в тот же самый вечер. Все просто. Я очень давно хотела сделать фотографию, чтобы какой-нибудь предмет был в воздухе. Изначально я думала, что я пририсую себе кучу чашек, которые будут летать вокруг меня. Но это получилось очень как-то мультяшно. Можете посмотреть сейчас. Поэтому я все переделала и расплескала кофе от своей руки. Мне кажется, это получилось очень интересно. Скажите, как вам мои фотографии? Ну и, конечно же, переходите ко мне в инстаграм, чтобы рассмотреть поподробнее каждую из этих фотографий. Ссылка, как всегда, в описании. А на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно это смотреть. И, конечно же, когда я сделаю еще кучу классных фотографий, а у меня сейчас такие идеи сложные, которые я буду долго воплощать, но я их сделаю, и это будет очень круто. Так вот, когда я их сделаю, я выпущу еще одну часть про фотографии. А вы пока можете посмотреть другие части, которые здесь сейчас появятся. И, конечно, подписывайтесь на канал. Я много снимаю видео, фото. И все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok